Добрый день! Я Оксана Божнева, заведующая музея воды. У вас сегодня есть необыкновенная возможность, не вставая с ваших удобных кресел и диванов, посетить экскурсию в нашем музее на тему водоснабжения и канализации города Москвы. Мы с вами находимся в историческом зале. У нас есть возможность сегодня познакомиться с такими важными системами жизнеобеспечения города, как водопровод и система водоотведения, система канализации. Но история настолько велика, что я предлагаю начать с того, вообще каковы были предпосылки появления централизованных водопроводов в Москве. Любой школьник, да, школьник сегодня имеет представление о том, где может появиться город. Ну, согласитесь, там, где есть вода, конечно же. В Москве основной, главной, да, артерия города – это река Москва. И, впрочем, неглинка, самотека, пруды. Конечно, помимо поверхностных водоисточников, человек пользовался подземными, да, ключи, родники. И когда-то пришла в чью-то светлую голову мысль о том, что воду можно взять из-под земли. И вот сейчас я стою рядом с макетами, которые, собственно, представляют первые водопроводные сооружения, которые называются колодец. Но не все могут знать, как называются именно такие колодцы. Это колодец шахтного типа. И чуть позже следующая светлая мысль, опять же, появилась в голове. Как поднимать воду из колодца, да, то есть при помощи колеса, здесь замечательно все видно, да, либо при помощи вот этот механизм, называется журавль, он действительно похож на птичку. Итак, отчего возникла необходимость строить централизованные водопроводы? И когда это случилось? Итак, ситуация с качеством воды, она значительно стала ухудшаться уже в середине 18 века. Ну, скажем, большей степени ухудшения качества воды связано, конечно, с ростом производства, да, с увеличением народа населения, особенно, скажем, можно здесь отметить, с реформой Петра. То есть появляется новое производство, возникают новые отрасли, а все, что строилось, мануфактуры, заводы, конечно, максимально близко нужно было построить это к водоисточнику. Снижение качества воды привело к тому, что действительно очень серьезно правители озаботились поиском богатых водой, да, скажем, условно, питьевого качества. И принципиальный вопрос о строительстве водопровода общественного для всего города, для всех жителей города был решен Екатериной Второй. Именно в 1779 году Екатерина издает ряд указов, одним из которых она повелевает своей штатской конторе выделить миллион сто тысяч рублей на строительство водопровода. Откуда брать воду? Вот эта задача была поставлена инженеру-гидравлику Фридриху Вильгельму фон Бауэру, найти такие источники, посчитать, сколько необходимо городу воды и, самое важное, конечно, построить этот водопровод. Так вот, в ходе изыскательских работ самые, скажем, полноводные, да, запасы, самые богатые водой запасы были обнаружены около села Большие Мытищи. Рядышком было село Малое Мытищи, да, верстовой столб стоял, когда там 22 версты до Москвы, а на сегодняшний день, мы хорошо знаем, есть такой замечательный подмосковный город Мытищи. Итак, именно там были обнаружены 62 родника и, более того, долгое время бытовал такой миф, что существует некий подземный, очень мощный водный поток, проходящий под Мытищинской водоносной долиной, и именно эта вода и предполагалась, да, для снабжения Москвы питьевой водой. Итак, источники были найдены, денежные средства были выделены, осталось только решить очень маленький вопрос, а кто же будет строить этот водопровод? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok